Работа дежурных групп в детских садах Ненецкого округа будет продлена до 30 апреля. Об этом в программе «Актуальное интервью» нашему телеканалу рассказала заместитель руководителя Департамента образования Леана Храпова. Посещать дежурные группы могут дети, чьи родители работают в организациях непрерывного цикла и в период действия ограничительных мероприятий должны находиться на рабочем месте. Однако это не означает, что дети, которые остаются дома, пропускают образовательную программу. О том, как организован процесс, расскажет моя коллега Мария Даник. Еще совсем недавно мы и представить себе не могли, что наши дети, которые временно не посещают детские сады, будут проходить обучение в режиме онлайн. Воспитатели детских садов, а также логопеды, музыкальные работники и другие специалисты присылают задания в различных мессенджерах. Наша задача, как родителей, выполнить задания и отправить отчеты о проделанной работе. Должна предназначена, что делать это вполне даже занимательно. Воспитанникам старшей группы сегодня предложено посмотреть видеоролик о безопасности, после чего выполнить практическое задание. Итак, Ратмирчик, сейчас тебе надо будет приклеить стикеры на те предметы, которые ты считаешь опасными. Хорошо? Да. Держи первый. Хочешь? На что ты его приклеишь? Конечно же, начальник. Почему? На то и можно обжечься. Задания по развитию речи, математики, музыки и ИЗО поступают ежедневно, чтобы образовательный процесс не останавливался. Что ты полезного узнал из задания по безопасности? Что нельзя играть с градусником, нельзя залезать в окно, нельзя играть с плитой. А еще какие тебе задания нравятся? Еще мне нравятся задания по рисунку леса. В таком режиме, когда многие воспитанники детских садов будут находиться дома, округ будет жить до 30 апреля. В это время в садиках будут работать только дежурные группы. Дежурные группы формируются в соответствии с потребностью, которая возникает либо в населенном пункте, либо в городе. Мы планировали в самом начале организовать работу только 12 групп. У нас получалось таким образом. Сегодня у нас уже 23 группы дежурные, потому что родители предоставляют справки от работодателя о том, что необходимо просто на рабочем месте. И, соответственно, они еще и входят в указ президента по тем должностям, специальностям, которые там и профессиям, которые там указаны. И, соответственно, еще и попадают в тот перечень, который утвержден администрацией округа, о том, что данные учреждения и предприятия должны функционировать в полном объеме. Продление срока работы дежурных групп, отметила Леана Храпова, не означает, что образовательный процесс для детей приостановлен. Продолжить его рекомендовано всем воспитателям. Дети, да, группы у нас разновозрастные. Но в любом случае образовательный процесс идет в разных формах. Он и игровой, и творческий, и познавательный. И поэтому эта услуга им предоставляется. А вот в отношении тех ребят, которые сидят дома по решению родителей, даже если они входят в этот перечень и в указ, им, не им, а педагогам в детских садах рекомендовано выйти на связь с родителями и непосредственно уже давать рекомендации, давать информацию о том, где, с чем, и чем можно заняться непосредственно с ребенком в домашних условиях. Напомню, что детские сады в регионе закрыты с 30 марта. Дежурные группы были открыты с 6 апреля.